Большинство случаев рака молочной железы начинается с гормональной зависимости, что означает первичный эстроген человека, называемый эстрадиолом, играющий решающую роль в развитии и прогрессировании рака молочной железы. Это одна из причин, почему потребление соевых продуктов обладает защитным действием против рака молочной железы, так как соевые фитоэстрогены, такие как генистейн, действуют как эстроген-блокираторы. Они блокируют связывание эстрогенов, таких как эстрадиол, с раковыми клетками молочной железы. Но подождите секунду. Большинство случаев рака молочной железы происходят после менопаузы, когда яичники прекратили производство эстрогена. Какой смысл поедать блокираторы эстрогенов, если нет эстрогена, который нужно блокировать? Оказывается, что опухоли рака молочной железы сами продуцируют свой эстроген с нуля, чтобы подпитывать их собственный рост. Эстрогены могут образовываться в опухолях груди несколькими путями. Рак молочной железы потребляет холестерин, и с использованием фермента ароматазы или двух ферментов гидроксистероид-дегидрогеназы производит свой эстроген. Итак, есть два способа остановить рак молочной железы. Один из них – использовать антиэстрогены, блокираторы эстрогенов, такие как соевые фитоэстрогены или антиэстрогеновый препарат – тамоксифен. Однако другим способом блокирования эстрадиола является использование антиферментов для профилактики рака молочной железы от становления всего эстрогена в первую очередь. И действительно, в настоящее время существует множество антиароматазных препаратов. Фактически, ингибирование производства эстрогена показало, что оно более эффективно, чем просто попытка блокировать эффекты эстрогена, предполагая, что ингибирование синтеза эстрогена является клинически очень важным для лечения эстрогенозависимого рака молочной железы. Оказывается, соевые фитоэстрогены могут делать и то, и другое. Используя клетки яичников, взятых у женщин при экстракорпоральном оплодотворении, было обнаружено, что соевые фитоэстрогены снижают экспрессию фермента ароматазы. Что насчет клеток рака молочной железы? Рост раковых клеток также был снижен. Фитоэстрогены не только подавляют активность ароматазы, но и других ферментов, продуцирующих эстроген. Но это в чашке Петри. Подавляет ли все-таки соя производство эстрогена? Уровень циркулирующих эстрогенов значительно ниже у японских женщин в сравнении с американскими. И в Японии действительно самое высокое потребление соевой пищи на душу населения. Но вы не знаете, что это эффект именно сои, пока не проверите. Японские женщины были рандомизированы для добавления соевого молока в рацион в течение нескольких месяцев. Уровни эстрогена, кажется, снизились примерно на четверть в группе, дополнительно принимающей соевое молоко. Интересно, что когда они пытались провести такой же эксперимент с мужчинами, они получили аналогичные результаты – значительное снижение уровня женских гормонов без изменения уровня тестостерона. Однако эти результаты были у японских мужчин и женщин, уже потребляющих сою в своей базовой диете. Итак, это было действительно очевидно в сравнении с более низким потреблением сои. Что произойдет, если вы дадите соевое молоко женщинам в Техасе? Циркулирующие уровни эстрогена снизились вдвое. Поскольку повышенный уровень эстрогенов является маркером высокого риска для рака молочной железы, эффективность сои в снижении уровня эстрогена объясняет, почему у китайских и японских женщин такие низкие показатели рака молочной железы. И то, что было действительно удивительным, уровень эстрогена оставался на уровне в течение месяца или двух, даже после того, как они перестали употреблять сою. Это говорит о том, что вам не нужно потреблять соевые продукты каждый день, чтобы иметь защиту от рака. Существуют огромные различия в распространенности рака предстательной железы по всему миру. Самые высокие показатели в США, самые низкие в Азии. Хотя это может измениться. Наибольшее увеличение заболеваемости раком предстательной железы в мире в последнее десятилетие произошло в Южной Корее. 13-кратное увеличение смертности от рака простаты по всей стране. Возможно, увеличение количества продуктов животного происхождения сыграло свою роль, так как это было самым большим изменением в их рационе за тот период. А речь идет об увеличении почти на 850%. Это согласуется с тем, что мы знаем в целом о пищевых продуктах и предотвращении и лечении рака предстательной железы. Помидоры, овощи, семейство брокколи и соевые продукты снижают риск. Нет какой-либо явной пользы от рыбы и повышенный риск от мяса и молочных продуктов. Это может быть потому, что употребление цельных растительных продуктов эффективно уменьшает воспаление в организме. Кроме этого, существует генетический фактор. Если ваш ближайший родственник болен раком предстательной железы, то ваш риск заболеть возрастает в три раза. Но негенетические факторы могут увеличить ваш риск в 300 раз. Откуда мы знаем, что низкие показатели в Азии не являются генетическими? Потому что, когда они переезжают в Соединенные Штаты, их риски взлетают вверх, и второе поколение практически догоняет общий уровень рисков. Это может быть и The Burger Kings, и Dairy Queens, но может также быть из-за того, что в нашем рационе меньше защитных продуктов, таких как соя. Систематический обзор всех популяционных исследований на сегодняшний день о раке простаты и соя подтверждает тот факт, что соевые продукты могут снизить риск. Но это довольно широкая категория, ведь существуют различные соевые продукты. Есть ферментированные соевые продукты, такие как мисо и темпе, и неферментированные продукты, такие как тофу и соевое молоко. Какие являются наиболее полезными при раке простаты? Исследователи тщательно проанализировали, и оказывается, помогает только неферментированная соя. Потребление тофу и соевого молока ассоциировалось со снижением риска примерно на 30%, в то время как не было никакой защиты при употреблении ферментированных соевых продуктов.